Всем привет, сегодня мы говорим про Samsung Galaxy S9 Мне захотелось просто поставить точку в этом вопросе лично на своем канале Я надеюсь, что в ближайшее время на моем канале контента про Galaxy S9 больше не будет Потому что я уже немножко устал Устал про него читать, про него смотреть, про него рассказывать Высказывать какое-то свое личное мнение С этим смартфоном я хожу уже 22 день И за все это время через меня прошло 4 сэмпла Galaxy S9 Два из них это предпродажные образцы То есть это тестовые образцы не для продажи абсолютно И вот этот уже финальный образец, которым я хожу как с постоянным смартфоном Двумя сим-картами пользуюсь И здесь всплывают некоторые вещи, которые мне нравятся, которые мне не нравятся В этом видео я буду стараться избегать каких-то повторов И тех слов, которые я говорил год назад про Samsung Galaxy S8 Тех повторов, которые допускают другие люди, делая обзор Galaxy S9 Ну то есть я не вижу смысла повторять о том, что у этого смартфона можно настраивать разрешение экрана Что меняются профили цветовые То есть это настолько и так всем известно И просто очень глупо уделять этому внимание Поэтому пройдемся по каким-то пользовательским вот таким вот штукам Погнали! Первое, на что я хочу обратить ваше внимание Это то, что я использую обычную версию Samsung Galaxy S9 Не плюс версию И вот это тот случай, когда в этом году для меня определяющим фактором стал именно вопрос габаритов устройства Компактности и удобства И именно это взяло большой перевес в вопросе второй камеры Либо даже времени автономной работы Потому что разница по времени автономной работы у Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus Она очень большая Но об этом я поговорю немножко позже Да и второй камерой как-то тоже не очень хочется пользоваться И тоже объясню почему на примере этого смартфона Этот смартфон будет частично сравниваться с 10 айфоном Ну просто по одной простой причине Так как до этого моим основным смартфоном был именно 10 айфон Если я пользовался каким-то другим устройством Я бы сравнивал его с ним И сразу же хочу сказать Вот 22 день работы с этим смартфоном Скорость работы Многие могут сказать, мол ты выбрал версию с 4 гигабайтами оперативной памяти У Plus версии 6 гигабайт Наверняка этот смартфон тормозит Нет, 22 день работы этот смартфон не тормозит По крайней мере он не тормозит так как у меня тормозил Galaxy S8 Я если честно не знаю сколько нужно еще времени проходить И что с ним нужно делать Чтобы он начал тормозить так же Возможно, да, со временем возможно появятся лаги Но они будут присущи наверное не конкретно Galaxy S9 А конкретно именно вообще Android смартфону Да и любому смартфону Потому что на сегодняшний день Любой смартфон спустя определенное время Начинает немножко подлагивать И его нужно сбрасывать до садоводских настроек И iPhone, и другие Android смартфоны У меня даже Pixel XL умудрялся тормозить Спустя там 2 месяца использования Приходилось обнулять Я скажу иначе Скажу страшную вещь лично для себя И для всех пользователей компании Apple Galaxy S9 работает быстрее чем X iPhone X iPhone со своим чипом A11 Разрывает любые смартфоны в мобильных играх Это тоже так, это чувствуется Но в работе системы Этот смартфон быстрее Гораздо быстрее И тут есть объяснение почему Потому что вопрос скорости работы Он зависит не только от каких-то технических характеристик И от железа Он еще зависит от самого софта И здесь нужно признать, что Android 8 поколения Гораздо круче работает чем iOS 11 Просто в разы круче работает Сейчас мы с вами это убедимся и посмотрим Начнем с банальных вещей Я выключил оба смартфона полностью Теперь давайте их включим Посмотрим, какой из них быстрее загрузится Видите, как бы даже и происходит Сама реакция на нажатие Немножко позже у iPhone При том, что я одновременно зажал клавиши Сейчас посмотрим, какой быстрее придет к финишу Вот он уже загрузился 10 iPhone все еще грузится Здесь карта не установлена, сим-карта Но это никак особо не влияет на скорость работы Я проверял сим-картой И честно, я не понимаю, почему так происходит То есть это Android Гораздо функциональная операционная система Это iOS Гораздо ограниченнее Но почему-то это устройство загружает Судя-то дело быстрее, чем 10 iPhone Ну, проблема с iOS как бы налицо Теперь мы давайте, знаете, что сделаем Теперь мы с вами повыгружаем все приложения из памяти И начнем их запускать одновременно Посмотрим, какие программы быстрее запускаются На этих двух смартфонах На Galaxy S9 у меня приложений запущенных нет Да и если бы они были, то они бы закрывались вот так На iPhone приходится делать это, сами знаете как Весело и непринужденно То есть, конечно же, можно говорить о том, что Apple вообще не рекомендует закрывать программы Якобы это ни к чему не приводит Наоборот, даже больше разряжается аккумулятор Если программы закрываются и повторно открываются Но хотя бы для каких-то там вот таких вещей Когда хочешь все закрыть, приходится вручную Не знаю, почему не добавили возможность закрытия с одной кнопки Давно пора бы это сделать И теперь будем запускать, наверное, по очередности приложения Давайте попробуем Twitter Раз iPhone 2 Как бы все понятно Давайте еще для чистоты эксперимента закроем опять все Убедимся, что все закрыто И еще Twitter Разочек запустим одновременно Galaxy S9, iPhone При том, что повторюсь в синтетическом тесте А11 значительно быстрее, чем все, что есть на рынке сейчас вообще Так, теперь давайте Instagram Вот здесь спорно Здесь спорно, ну и можно сказать одинаково Здесь просто по-другому отрисовывается Сначала показывается здесь Ну короче, давайте еще раз, чтобы не Чтобы наверняка вот Так, еще раз Instagram Здесь быстрее iPhone справился Дальше давайте что еще Давайте YouTube Да Ну здесь быстрее получился S9 буквально в несколько там Секунд Доли секунд Но почему-то, кстати, он показывает разные абсолютно Картинки контента Рекомендации разные Видите, какая вот идет Фишка такая Так, что еще мы можем запустить, чтобы проверить скорость работы Давайте камеру запустим Это очень важно, мне кажется Скорость открытия камеры Вот у нас Раз, два, три Сейчас быстрее был iPhone Еще раз все позакрываем Обожаю это делать руками Теперь быстрее Galaxy Ну то есть не поспоришь, как бы, что из них быстрее Когда-то это, когда-то это, в принципе Можно сказать, что абсолютный паритет Дальше Хотелось бы запустить какую-то игру У меня есть Asphalt 8 По-моему, и там, и там Да, я сейчас попробую запустить И, скорее всего, здесь должен iPhone, конечно, быстрее справиться Давайте Хотя странно А, нет, здесь быстрее справился Galaxy S9 Такие тесты можно проводить постоянно и бесконечно Что-то будет быстрее запускаться, что-то не быстрее Но если сравнивать, допустим, соотношение отрыва синтетических тестов и фактической работы То получается, что Apple где-то не дожимается своей операционной системой и ее оптимизацией, увы И, признаюсь, 10 iPhone действительно подлагивает местами Бывает подлагивает, когда работаешь с анимацией, либо с чем-то еще То есть анимация, допустим, на Android работает быстрее Я сейчас говорю даже не про Galaxy S9, а говорю вообще в целом Есть такое смешное мнение, что на сегодняшний день любой смартфон работает быстрее, чем 10 iPhone Если говорить про флагманское Android устройство Следующее интересное наблюдение связано с качеством сигнала сотовой сети Я всегда считал, что смартфоны компании Apple в этом вопросе вообще самые худшие У них самые слабые приемы и вообще сеть у них отвратительно ловит Оказалось, что это не так И Galaxy S9 это мне показал Потому что в одних и тех же условиях по какой-то причине 10 iPhone показывает гораздо больше деления сигнала И держит связь лучше, чем Galaxy S9 Это очень-очень странно И при этом, вот что еще странно Бывает так, что находишься в одном месте И у iPhone еще там две палочки есть соединения И есть 3G интернет В этот момент Galaxy S9 целиком и полностью сваливается в edge Более того, когда меняете свое месторасположение И когда уже знаете наверняка, что вот в этом месте хорошая связь Почему-то Galaxy S9 не торопится восстанавливать соединения Он сидит в edge до тех пор, пока вы не переведете это все в авиарежим Обратно все это не отключите Только тогда появляется заново связь Происходит заново поиск сети Это происходит как-то не очень быстро То есть может быть такое даже, что вот вы смотрите сейчас на связь У вас нет 3G или нет 4G На самом деле вам нужно выключить мобильные данные И включить опять, чтобы он заново подловил связь Я начал изучать этот вопрос Спрашивать у знакомых людей Сталкивались ли они с этим, не сталкивались Большинство людей это вообще не обращает внимания по какой-то причине Но оказалось, что эта проблема тянется уже не первый год И многие грешат именно на вот какие-то вещи Связанные с процессорами Exynos Якобы смартфоны Samsung на Snapdragon Такой болячкой не болеют Там все в порядке со связью, с модемом А на Exynos такая проблема якобы еще со времен Какого-то Galaxy Note 5 или Galaxy Note 4 И Samsung почему-то до сих пор не исправила ситуацию Я не знаю, как это можно комментировать Просто говорю, что вот такой вот факт налицо Качество приема сигнала чуточку хуже И были моменты, когда я вот здесь нахожусь постоянно Мне звонят курьеры с почты Дозваниваются, приносят посылки Как только я перешел на Galaxy S9 Через два дня мне звонят Говорят, слушайте, мы вам звоним уже два дня А вы не на связи Вы сбрасываете Я говорю, не сбрасываю У меня вообще нет пропущенных звонков Ну вот как-то вот так работает связь Кнопка Bix биохелесова пита этого смартфона Все так яростно жалуются на нее Что случайные нажатия Что запускается этот голосовой помощник Да, это все правда Действительно, эта кнопка расположена таким образом Специально, чтобы вы постоянно вызывали голосового помощника Чтобы вы начинали им пользоваться Безусловно, у нас в стране это вообще бесполезная проба какая-то Потому что у нас фактически он не работает Работает только на английском языке Он бесполезен Но при этом почему-то многие люди не говорят Тот факт, что вы можете отключить эту кнопку прямо из системы То есть не нужно ничего устанавливать, никакого софта Вы просто первый раз запускаете Bixby У вас вскакивает голосовой помощник, вы на английском языке говорите Bixby Settings Он запускает свои настройки И в настройках вы спокойно отключаете кнопку Раз и навсегда, вот сейчас при любых нажатиях Ничего у меня не происходит с ним То есть он не запускает никакой ассистент И все, она как бы есть То есть можно, конечно, было бы сказать, что Ну блин, мы сделали бы возможность Настройки других функций Запуска, допустим, камеры Либо какого-то другого приложения Либо вообще Google Ассистента Но главная претензия ведь не к тому, что можно запустить, а что нельзя запустить Главная претензия к случайным нажатиям И она действительно есть И ее как бы можно выключить прямо обычными штатными средствами Это не проблема Самый основной минус этого смартфона Это его время работы Я говорю сейчас про Galaxy S9 классически И знаете, если сравнивать в рамках рынка В рамках конкурентов То он действительно слабее Там большинства смартфонов В моем случае получилось как 8 часов 40 минут работы общая телефона И если говорить про время работы экрана Максимум, что мне удавалось выжать Это 3,5 часа Но в среднем он у меня держит где-то 3 часа экрана Это действительно мало Но Если вот отстраниться, да От полностью всего рынка, от конкурентов И задать себе вопрос 8 часов, даже почти 9 часов активной работы смартфона Это много или мало? Ну и нельзя сказать, что это мало Потому что, то есть представьте себе За все сутки я реально 9 часов активно просидел Там что-то получал уведомления Ну то есть так себе Да, придется смартфон заряжать реально 2 раза в сутки Потому что при моем использовании Его нужно заряжать уже где-то в 4-5 вечера Камера Столько слухов вокруг камеры Столько вопросов Как камера? Хороша, нехороша? Есть разница или нет разницы? Если сравнивать его с Samsung Galaxy S8 Разницу изначально можно не заметить Ее можно заметить только в вечернее время суток Потому что светосила все-таки поменялась 1.5 против 1.7 На самом деле это большая разница Это где-то разница процентов в 25-30 И на фотографиях при кропе При просмотре этих фотографий на компьютере Можно заметить, что действительно В темноте стала картинка гораздо интереснее Вот еще маленькое наблюдение Во многих видео и в разных статьях я описал такую вещь Что при съемке видео на Samsung Galaxy S9 Какая-то неестественная цветопередача Какое-то прям красное лицо Когда снимаешь море, прям красный песок Как эффект какого-то Mad Max Нашлись больные люди в сети, которые сказали Так-так красивее Так не красивее Это уродство Я-то лучше знаю, что серый песок не должен быть красным Это как минимум странно Но оказалось Спасибо подписчику из Твиттера Он скинул мне источник Оказалось, что проблема в другом заключается По какой-то причине Samsung записывает видео В другом цветовом профиле Когда вы перекидываете это видео на компьютер Открываете в графическом редакторе Вы просто меняете цветовой профиль И сразу видно, что картинка совершенно по-другому выглядит То есть смартфон изначально снимает по-другому Он снимает действительно нейтрально Эта картинка очень похожа на то Что делает, допустим, iPhone X с видео Всего лишь нужно переключить цветовой профиль И все Картинка сразу становится нормальной В начале видео я сказал, что Я выбрал себе маленький Galaxy S9 И даже пожертвовал второй камерой версии Plus Почему пожертвовал? Это не значит, что вторая портретная камера плохая Отнюдь она замечательная Она замечательно делает портреты и прочие вещи Но все дело в том, что интерфейс камеры Samsung Он вроде бы и неплох Но после iPhone для меня он настолько неудобен Что желание фотографировать на селфи камеру Не на селфи, вернее, на портретную камеру этого смартфона Просто отпадает Потому что пока ты запускаешь этот режим Пока ты настроишь вот эту качельку регулировки Вот этого размытия Пока пристроишься, проходит огромное количество времени И просто весь процесс превращается Ну, во что-то неудобное Ведь все-таки мобильная фотография Это достал, щелкнул и ушел И этот смартфон прекрасно справляется с этой функцией На автоматических настройках Но когда речь идет про какие-то ручные настройки камеры Здесь уже начинаются какие-то вот эти неудобства Он не то чтобы непродуман, но к нему долго привыкать Все дело в том, что даже вот случайное нажатие на экране Во время съемки вы пытаетесь, да, допустим, отстроить экспозицию по тапу И если вы не тапнете, а случайно сдвинете вот так вот пальцем То он переключается сразу же на другой режим съемки Либо включает вообще режим селфи съемки И когда у вас какая-то динамика в кадре происходит Это дико бесит, это раздражает Поэтому я уже понял, что я не буду слишком вдаваться Вот в эти вот портретные снимки на плюс версии И ограничусь просто обычным классическим Galaxy S9 Еще один нюанс Это замедленная съемка 960 кадров в секунду Эти выходные я провел прям плотно с этим режимом съемки Пытался снимать разное И хочу сказать, что это невозможно снимать Ну то есть очень тяжело снимать Если у вас какой-то слабо движущийся объект в кадре Вы его еще словите Но когда речет про реальную динамику Когда там какой-то паркурщик бежит, знаете, пытается какой-то трюк сделать И вы хотите его замедлить Подловить его практически невозможно Автоматические настройки не справляются с этим Они просто не в нужное время начинают замедлять картинку Ручные настройки немножко обманывают Почему обманывают? Потому что работают с задержкой Как происходит процесс съемки? Вы наводите объектив камеры Нажимаете запись видео Идет запись видео И отдельно есть кнопка замедления То есть вы увидели какую-то сцену, какое-то действие Нажали, замедляете И вот эта функция не позволяет мне словить какую-то динамику в кадре Допустим, бежит паркурщик, человек, пытается выполнить какой-то кувырок Я вижу, что он уже заранее бежит Я заранее нажимаю функцию замедления И она действительно анимация И показывает, что да, чувак, ты нажал И вот сейчас, прямо в этот момент происходит замедление После того, когда видео сохраняется Оказывается, что замедление прошло уже вообще гораздо позже Когда уже все пробежали Там табун коней пробежал Ничего не замедлилось Замедлилось все другое Раза с 20-го мне удалось словить Реально красивый кадр И я понял, что, ну блин, это тяжело То есть эта съемка подойдет только для постановки Когда поставишь какого-то мужика Скажешь, сделай вот так-то сейчас Тогда получится Когда вы пытаетесь снять замедленное что-то Что не зависит от ваших предпочтений То это будет сделать крайне тяжело Последнее, что я хочу отметить Это экран Samsung Galaxy S9 Да и всех последних Samsung Очень обманчивая штука Экран потрясающий Невероятно цветастый Очень контрастный Когда я фотографирую на этот смартфон И смотрю на фотографию Думаю, блин, как красиво Невероятно красиво Уже беру эту фотографию Без обработки Выкладываю в Instagram И перед тем, как нажать выложить Я говорю жене Говорю, слушай, открой, пожалуйста, эту фотографию на айфоне Я ведь знаю, что она будет не так смотреться на экране айфона Мы открываем эту фотографию на экране айфона И там совершенно другая цветопередача Там совершенно другая картинка Поэтому вот этим шедевром Фотошедевром в полной мере Вы сможете наслаждаться только у себя на смартфоне Люди, которые будут видеть ваши фотографии Выложенные в интернете, в социальной сети Они не прочувствуют этого кайфа Понимаете, о чем я говорю? Даже на экране 10-го айфона Который тоже OLED Казалось бы, одна и та же технология Даже Samsung делает Все равно не та цветопередача То есть Samsung Galaxy S9 в вопросе экранное изображение Это смартфон для эгоистов Который только смотрит, но никому ничего не показывает Потому что если покажешь в сети что-нибудь То люди не оценят, скажут Ну что, обычная фотография Вы же не скажете, а посмотрите, как она выглядит на экране моего смартфона Совершенно другие вещи Совершенно другие пляски Это, как знаете, BMW То есть водителю удобно, а пассажиры, как бы, да и пусть страдают Но, несмотря на все сказанное Я хочу отметить, что Galaxy S9 классически Это самый удобный смартфон на сегодняшний день Он по габаритам, по своей эргономике Даже удобнее, чем 10-й айфон Почему я купил себе 10-й айфон А не остался на 7-ке, 8-ке Потому что Это устройство В относительно маленьком корпусе С большим экраном Меня это подкупало Но если даже сейчас сравнивать его с 9-кой Вот прям как-то, знаете, это компактнее Во-первых, он легче, чем 10-ка Гораздо легче, чем 10-ка И тут еще вопрос Ремонтопригодности, краш-тестов и прочих вещей Я наблюдаю уже неделю, наверное, за тем Как люди пытаются на видео разломать этот смартфон Кидают, сравнивают по краш-тестам его с 10-м айфоном И когда разбивается какой-то из смартфонов Сидят, он разбился Да, черт возьми Стеклянный смартфон может разбиться Ну, то есть, все, что вы смотрите в интернете С точки зрения краш-тестов Это вообще ни о чем не говорит Просто ни о чем не говорит Потому что вы можете 25 раз уронить Galaxy S9 плашмей с ним ничего не произойдет Вы можете его один раз уронить вот так вот в уголок И просто от стекла ничего не останется Это показывала мне практика Galaxy S8 Который, кстати, мы разбили в прошлом году Самый первый, который попался в Украине Первый Galaxy S8 в Украине тестовый Прямо в первый же день мы его Оставили на стуле На скользком стуле И он просто скатился на плитку Вот с такой высоты И просто вдребезги задняя спинка Просто от нее ничего не осталось И с этим смартфоном будет происходить то же самое И с 10 айфоном будет происходить то же самое Просто неудачное падение И он разбивается И все эти краш-тесты И доказательства крепкости смартфона Они просто рушатся Просто нужно понимать, что это стеклянное устройство Его не нужно ронять Оно действительно может разбиться Поэтому лучше купите себе чехол Если не доверяете себе И боитесь, что оно разобьется А с точки зрения ремонтопригодности Тоже есть различные рейтинги iFixit и прочих компаний Которые дают ему минимальный балл ремонтопригодности По какой-то причине дают чуть больше балл 10 айфону Хотя многие люди почему-то не говорят Что поменять, допустим, заднюю спинку у 10 айфона Стоит 600 долларов И спинок еще наличии нет А у Samsung стоит в 2 раза дешевле И меняют за 5 минут Друзья, я не знаю, что еще сказать про Galaxy S9 Я уже во многих материалах высказал свое мнение Сегодня как-то сделал такое подытоживание Своего опыта использования Почти на протяжении месяца с этим смартфоном Буду пользоваться им дальше Посмотрим, как покажет практика Еще через месяц Может начнет тормозить Может не начнет тормозить На сегодняшний день до выхода, наверное, Pixel 3 Да, это будет основной смартфон на Android этого года Еще в апреле появится у нас OnePlus 6 Скорее всего в Париж полечу за ним Забирать его, привозить сюда Но пока вот это будет как бы мой компаньон на Android Безусловно, через неделю я вытащу одну сим-карту И переставлю обратно в iPhone Как в основное устройство Это будет мой второй смартфон Но еще один нюанс по поводу цены этого смартфона Я слышал часто от блогеров сети, что я купил Galaxy S9 Мол, он дешевле, чем Galaxy S9 Plus Аж на какую-то там сумму денег Хотя показатели продаж в различных сетях говорят обратное Большинство покупает именно Plus версию И это понятно почему Вторая камера мощнее аккумулятор А разница в цене там, ну простите, когда вы выкладываете за смартфон 1000 долларов То разница между 1000 и 1200 баксами, она не такая уж, если честно, большая Давайте признаемся Это ведь не смартфон за там 500 и 800 баксов Все, что уже преодолевает порог 1000 долларов, но это уже все Человек уже готов потратить такие суммы денег Ну согласитесь, 1000 баксов это уже какой-то психологический барьер Преодолели, а дальше уже 1200, 300, 500, 2000 Человек уже готов заплатить И я отчасти понимаю, почему компании подняли стоимость своих смартфонов Ведь просто показывает практика, что люди готовы платить У людей есть деньги И вот это поднятие цены чуть ли не в два раза Оно взято не из потолка, оно взято реально из каких-то там побуждений Из каких-то аналитических данных Они понимают, что есть большая прослойка общества У которых достаточно финансовых средств, чтобы приобрести себе смартфон за 1000 долларов И они поднимают эту стоимость А мы как бы из этого немножко и страдаем Ну то есть я имею в виду, 1000 баксов за смартфон это много И найдутся сейчас люди, скажут, чувак, ты вообще офигел 1000 и 1200 для тебя одно и то же Ну это не совсем так Просто я считаю, что если вы хотите купить себе смартфон за 1000 долларов Но у вас на него нет денег И вы там последнее выгребаете, чтобы купить его за 1000 долларов То просто с вами что-то не так Друзья, спасибо, что вы сидели, выждали и выслушали мое мнение про Samsung Galaxy S9 Подписывайтесь на канал Подписывайтесь на Telegram канал Завтра пойду записывать уже свежий выпуск подкаста для всех подписчиков Telegram Поэтому услышимся уже там До скорых встреч, пока!